Доброго времени суток, уважаемые друзья! Меня зовут Геннадий Зубрицкий. Я занимаюсь оцифровкой винила и ремонтом и апгрейдом проигрывателей виниловых пластинок, виниловых дисков. Сейчас мы находимся у меня в мастерской, где все и происходит, апгрейд и ремонт. А оцифровка винила происходит в другом месте у меня дома, где находится вся для этого аппаратура. А зачем вообще столько оборудования у тебя здесь находится? Ну, оборудования здесь немного, это тут больше как склад. Здесь я занимаюсь улучшением, апгрейдом, так сказать, тонармов и вертушек. А это вот просто люди, которые хотят этим воспользоваться, вот привозят, и она стоит, ждет в своей очереди. На сайте я у тебя видел, как ты расписываешь информацию по поводу оцифровки винила, и там достаточно много оборудования присутствует в этом процессе. Неужели это так сложно? Почему нельзя просто взять и записать звук? Нет, оцифровать винил, как у меня на сайте написано, нет никаких проблем. Но для того, чтобы это сделать качественно, значит, для этого требуется оборудование высокого класса. Чем выше оборудование, на самом деле, никаких чудес нет, тем качественнее получается оцифровка. На самом деле для оцифровки винила много оборудования не надо, но бывают разные задачи. Под разные задачи разное оборудование. Оно как бы работает выборочно, в зависимости от задачи. Ну, еще плюс ко всему, там студия, звукозаписи, вокала, акустических инструментов, поэтому как бы и требуется такое количество оборудования. А в каком формате на выходе получается аудиофайл? Вот я знаю, есть форматы WAV, DSD, PCM. Значит, я делаю в формате или WAV, или AIV, как бы Apple-овский формат. А уже частота, значит, я делаю 24 бита 96 кГц. Я считаю, больше. Можно сделать 32 бита 192 кГц, но я считаю, что это не нужно. Это уже на слух не слышно. Я, например, не слышу. Есть, конечно, удальцы, которые пишут, что есть разница. Я и так, и сяк, и на косяк, и все мы слушали, и друзья, и товарищи, разницы не услышали. Просто идет огромная нагрузка на процессор, и в этом только и вся разница. А кому вообще, в принципе, нужно такое качество оцифровки? Это наши уважаемые виниловоды, меломаны, у которых сейчас поднялись требования до таких высот, что приходится вот этим заниматься. Уже обычный CD-формат их не устраивает абсолютно. Только винил. А если винил оцифровать, то чтобы было точно так же. Чтобы цифра играла так же, как винил. Но цифра как винил никогда играть не будет. Но я приблизился к этому. Я считаю, что я к этому приблизился очень близко. У меня есть вопрос по поводу того, чем отличаются твои услуги от тех услуг, которые оказывают чуть ли не на каждом шагу по оцифровке. Я так понимаю, что все заключается в качестве. Ну, цифруют винил очень много людей тут у нас в Москве. Я не делал анализы, кто там как делает, кто на каком оборудовании, у кого какое качество. Ко мне человек, когда приходит оцифровывать винил, если он сомневается в качестве, я ему делаю полтора-два трека. Он идет, их слушает дома, сравнивает там с кем-то, там что-то, с кем-то слушают. И в итоге все равно все приходят. Ни один еще не ушел. И как бы я этим спортом не занимаюсь, я цифрую вот так. Нравится, значит нравится. Не нравится, значит надо пойти туда, где нравится. Что можно сказать по поводу апгрейда техники? Наши меломаны хотят, чтобы у них дома звучало, как в консерватории в малом зале. И для того, чтобы опять же приблизиться, так как звучит консерватория, приходится тратить много времени и много денег, чтобы к этому прийти. Сейчас пошел век, как сказать, век упаковки. Покупают люди усилитель за бешеные деньги. Он красивый, с ручечками, с кнопочками, с лампочками, с индикацией. Все хорошо, только звук никого не устраивает. И поэтому приходится все это дорабатывать. С вертушками вообще темный лес. Люди покупают, платят по 500, по 700, по полтора миллиона рублей, а удовольствия не получают абсолютно никакого. Вот этим я тут и занимаюсь. Устраняю, дорабатываю, дотачиваю, допиливаю, допаиваю до тех пор, пока клиент не будет доволен. Я не люблю это слово «клиент». Я его всегда меняю на владелец. Вот владельцы дорогих вертушек обращаются и потом остаются довольны. А почему так происходит, что дорогая техника не дотягивает по уровню? Вот это вот загадка. Ну, во-первых, по вертушкам там разбег до 5-8 миллионов рублей. Они как бы могут сказать, если хочешь звук, то купи за 5 миллионов. Если ты купил за 500 тысяч или за 3 миллиона, купи. Но люди, которые давно в этом деле винили, они новодельные вертушки не покупают. Они берут старые вертушки винтажные, доводят их до состояния нового, и все получается. Никаких чудес нет. Просто сейчас делают вертушку, берут за нее денег, мешок. Она красивая, нарядная, только толку нет никакого. Можешь назвать какой-то, я не знаю, комплект, список из необходимых инструментов для самых искушенных меломанов? Ну, это вопрос, как сказать, очень сложный. Во-первых, у каждого меломана свои предпочтения. Вот, поэтому я таких рекомендаций не даю. Каждый выбирает аппаратуру по своему вкусу, по своим достаткам. Потому что аппаратуры очень много. Есть дешевая аппаратура, есть не очень дешевая, есть очень дорогая. И каждая звучит по-своему. Поэтому, когда человек определился или не определился, мы садимся за стол и начинаем выяснять, что он хочет. Из этого уже выбираем путь. Если, например, человек хочет получить систему, или человек обычно, как обычно бывает, человек намучается. То усилитель не тот, то колонки не те, то оцифровщик не тот, то фонокорректор не тот, то вертушка не та. И это происходит десятилетиями. А потом, когда приходит сюда, послушает, говорит, я хочу вот так. И мы начинаем, как бы, потихоньку создавать ему систему. По его критериям, по его запросам. И опять же, все зависит от количества желаемых потратить на это денег. От скольки стоит начинать? Ну, опять же, вы хотите от меня цифру услышать? Ну да, но просто сейчас есть такая тенденция, вдруг стал моден винил вновь, и все начали покупать себе проигрыватели, которые там стоят от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, и говорят, ну вот, я слушаю винил. Считается ли это? Нет, 20 тысяч не хватит даже головку купить. Более-менее. Значит, головка... Ну, вертушка, чтобы услышать усредненный звук, который уже устроит большинство людей, ну, это надо потратить, ну, хотя бы 1200 за вертушку. Тогда мы уже услышим, а за винил ее. А чтобы винил слушать по-взрослому, ну, это надо, ну, в районе милевого, за вертушку. Ну, то есть вертушка, которая старая, советская, там, с каких-нибудь, по 70-х годов, она тоже не подходит? Нет, она не подходит. Это к винилу не имеет никакого отношения. Я люблю нашу родину, но вот такие у нас дела с вертушками происходили. Цифровой звук это в целом хорошо или плохо? Цифровой звук это более хлопотно, намного дешевле, чем винил, но цифру отвергать не надо. Если все правильно сделать, то цифровой звук звучит очень прилично. Уже было у меня много людей, которые хотели винил, а потом услышали, как может звучать цифра, и сказали, все, мне вот это устраивает. Винил это дело хлопотное, дорогое, и требует, как бы, внимания. Это для истинных, кто действительно любит музыку и жить без нее не может. И кто в ней разбирается, кто понимает музыки, вот для того винил. А слушать, например, там 60-х годов Петра Лещенко на виниле, но это нет смысла. Петр Лещенко легендарный певец, но винил сделан не для этого. Это винил сделан для того, чтобы слушать качественно. музыку. Может быть, ты можешь что-то посоветовать тем, кто хочет начать слушать винил, но пока еще, может быть, не дотягивает финансово. Значит, винил ставится в последнюю очередь. Сначала надо сделать систему, чтобы цифра заиграла, как вас устраивает, а потом уже туда, в эту систему, уже как бы внедрять вертушку. Вот когда уже цифра играет, вас устраивает, вот тогда винил заиграет еще круче, если туда вертушку в эту систему. А начинать с винила, если человек как бы хочет слушать винил, он начинает с винила, это бессмысленная трата денег. И вряд ли этот проект дойдет до конца. Потому что, ой, а это дорого, ой, а это где брать? Винил это для искушенных меломанов. Ну, а как ты в целом тогда относишься вот к этой тенденции, то, что надо сейчас слушать винил, и то, что сейчас современные ансамбли выпускают свои пластинки именно на виниле? Ну, я в этот винил у новодельной особо не лезу. Там уже выпускают, я уже слышал даже и Валерия виниловые диски выпускает. Опять же, меломаны это слушать не будут. Потому что зачем ее слушать на виниле, когда сидюков миллион? И навряд ли, я, конечно, не спорю, я не слышал, не знаю, в руках этот винил не держал ни разу, но навряд ли мы там услышим что-то потрясающее по сравнению с CD-диском. Есть очень много винила винтажного, есть много винила фирменного новодельного нынешнего, очень серьезно звучит. Он появился совсем недавно, лет 5-6 как пошел винил, но он стоит тоже недешево, от 50-70 евро идет одна пластинка. Это если по-человечески новодельный винил сделан. А так-то винил новодельный продают и за копейки продают. Но это не тот винил, о котором люди думают и мечтают. Винил это целая индустрия, целая наука, то в нем надо разбираться и знать, что это за винил. Ну так же, как и в CD-дисках. Вот CD-дисков на Митинском рынке миллиарды, а там единицы, если попадутся. А остальное все это, как сказать, мусор. Можно ли сказать, что это увлечение слушать хорошую музыку для богатых людей? Если это увлечение, то нет смысла вообще этим заниматься. Музыка – это часть жизни для истинных меломанов, даже большая ее часть. И они на это тратят как бы все свое свободное время и несвободное, и ничего на это не жалеют. Вот винил для таких людей. А кто просто так для фона, то им винил не надо. Меня зовут Константин Павлов. Я нахожусь в хороших отношениях приятельских с Геннадием Зубрицким, который только что-то выступал. Значит, он сделал мне для домашнего прослушивания очень, на мой взгляд, хорошую систему звуковую, которая при сравнительно скромной стоимости, но относительно скромной, выдает звука примерно в 10 раз больше, чем она стоит. Понимаете? То есть можно купить систему за 20 миллионов и на 20 миллионов звука получать с нее. А моя система стоит, потому что она самодельная, может быть, не такого, так сказать, вида фирменного. Моя система стоит в 10 раз дешевле, обошлась мне, но звука выдает ровно столько же, а то и больше, сколько фирменная система, которая в 10 раз обойдется дороже, если ее покупать в магазине. И то еще наверняка ее придется к тому же Геннадию Зубрицкому вести, для того, чтобы он какие-то отдельные моменты дорабатывал. Ни одна фирма все точно так не может сделать, как делает он, потому что это, ну, ручная сборка, понимаете? это мастер, который делал не конвейер, а мастер. Некоторые в машине музыку слушают, пытаются сделать какие-то выводы, там, это, этот диск лучше, этот хуже, послушаю его в машине, или в телефоне, с телефона в наушники, такие тоже, сейчас много стало, меломанов. И они, я даже сколько раз слышал мнение, что зачем мне винил, у меня он отлично с телефона в наушники звучит, или с плеера, с какого-то там, в какие-то дорогие наушники. С этим человеком нет смысла спорить, ему что-то объяснять, потому что через пять лет он придет и скажет, давай систему будем делать. Переубеждать никого не надо, надо помогать. Скажи, помимо тебя, много народу еще занимается аналогичными вещами на том же уровне? Ну, наверное, конечно, в Москве много как бы людей, которые любят музыку, которые пытаются сделать ее лучше. Во-вторых, я не совсем согласен с тем, как он характеризовал свои достижения, получается так, что много таких специалистов в Москве, ну и в других, наверное, городах и странах. Я с этим не согласен. Таких специалистов совсем даже немного. Ну, для того, чтобы это понять, нужно просто, как справедливо то сам Геннадий замечал, нужно прийти и послушать. в чем заключается вообще весь вот этот вот все, все, что происходит, в чем смысл всего этого, чтобы максимально приблизиться к живому звучанию. Чем ближе приблизился к живому звучанию, тем круче система. в науке опять же, никаких хитростей нет. Все очень просто. Пришел, послушал симфонический оркестр в зале, потом включил дома систему свое и понял, что надо работать. Тем более, мы же ничего не выдумываем. Это действительно... Я же не могу сказать, что я самый охуенный. Хорошо, нет, не самый охуенный, но и говорить, что таких, как ты, десятки тысяч в Москве наберутся, это тоже не надо, Геннадий, это не серьезно. Это... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok